Девушки отдыхают Спартак Мишулин прославился благодаря редкому комическому таланту. Сама судьба знаменитого артиста была похожа на лихо закрученный сюжет кинофильма. Вспомним же, каким был жизненный путь одного из лучших советских актеров. Спартак Васильевич Мишулин появился на свет в Москве 22 октября 1926 года. Его родители занимали высокие посты в партийном руководстве. С самого детства главной страстью Спартака был театр. Юноша узнал о наборе студентов в Анжаро-Суджинскую арт-спецшколу. Он решил, что в учебном заведении готовят артистов. Но на самом же деле это была школа артиллеристов. Мишулину пришлось осваивать военное ремесло. В свободное время он занимался в любительском театре. Однажды он готовил реквизит для спектакля и взял со склада несколько электролампочек. Юношу обвинили в краже и на три года посадили в тюрьму. После выхода на свободу Мишулин не хотел навлекать родных в беду. Но его дядя нашел племянника и привез Спартака в столицу, убедив попробовать свои силы на экзаменах в ГИТИСе. Однако ректор не оценил способности молодого человека. И попытка окончилась неудачей. Мишулин отправился в город Калинин, где окончил театральную студию. Его пригласили играть в Калининском драматическом театре. Во время гастролей в Москве молодого талантливого актера заметили именитые столичные режиссеры. Так Спартак попал в театр сатиры, который стал для него родным на 45 лет. Спартак Мишулин сыграл множество прекрасных комедийных ролей в театре. Но его любимым персонажем был Карлсон. Актер с удовольствием возвращался в детство и дарил такую возможность зрителям. Появление Мишулина на телеэкране сразу же сделало его знаменитым. Спартак исполнил роль пана-директора в юмористической передаче «Кабачок. 13 стульев». Эта программа была невероятно популярна и не сходила с экрана в 14 лет. Второй ролью, которая прославила Спартака, стал образ сурового Саида из фильма «Белое солнце пустыни». Давно обосновался. Также Мишулин сыграл яркие роли в таких прекрасных картинах, как «Человек из Бульвара Капуцинов» и «Мастера Маргарита». Эх, хотя бы один патрон уж, я бы не промахнулся в эту раскрашенную обезьяну. Я прощаю преднолитцу моего слова. Он мог не слышать о сэре Чарльзе Дарвине и не знать, что обезьяна наш общий предок. Тяжелые испытания юности помешали Мишулину найти личное счастье. В 40 лет знаменитый актер оставался холостяком. Он приобрел убеждение, что женщин привлекает лишь его громкая слава. И только ассистент режиссера Валентина Казакова смогла растопить лед в сердце артиста. Они познакомились на съемках «Кабачка. 13 стульев». Через 6 лет Спартак и Валентина поженились. 54-летний Мишулин стал отцом дочки Карины. Он очень любил девочку и посвящал ей все свое свободное время. Спартак Мишулин прожил 78 лет. Все это время он редко жаловался на здоровье. Однако после очередного обследования врачи поставили ему диагноз «сердечная недостаточность». Актеру провели аортокоронарное шунтирование. Но после операции он прожил всего 3 дня. 17 июля 2005 года Спартак Мишулин ушел из жизни. Но герой любимого артиста продолжает жить на экране. Его добрый, веселый и слегка насмешливый взгляд продолжает очаровывать зрителей во время просмотра любимых фильмов. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.